так добрый день латвия видео на русском опять слушайте небольшие такие размышления как говорится в контексте всех событий до в мире я знаю что сколько там в мире 7 миллиардов что ли да ну а я один который эту мысль сейчас выскажу ну хорошо знаю еще двоих есть такой в россии кто живет знает или должен знать можете в ютубе посмотреть герман стерлигов и есть такой канал даринник да николай николай ротников по моему да канал называется даринник вот эти два человека ну типа можно понять по их ним видео что там прямо не прямо агитирует всех в деревне и и все-таки выходить из городов да и своим примером показывают как все-таки деревне жить можно кроме них в россии есть очень много деревенских блогеров я их давайте не пересчитаю потому что я их всех там самых крупных из известных смотрю можете такие писать в ютубе российские деревенские блогеры как-то так и вы всех найдете и что их этим хочу сказать и по моему я уже и делился и и как-то смотрю идет время и всякие обстоятельства и там все происходит и и больше и больше сам я тоже имею хутор так как вы видите вот все моих фото на это видео на хуторе и я эти овечки овечки купил когда был к вид два года назад я тоже купил 10 маленьких потом выросли они и всех я зарезал и продал и в морозилку положил и сам как говорится питаюсь этим мясом что хотел сказать ребята я скажу так свое мнение те люди которые ушли которые ушли из из деревень да там сами посмотрите опять есть такие всякие каналы парни пацаны которые едут по россии там брошенная россия или или какие там как они называются опять есть блогеры у которых есть только видео про этих заброшенные деревни как вымирают очень много это все в ютубе есть да и все говорят что да там молодежь уезжает куда-то что-то города туда-сюда у нас на село них никто не хочет и и и вот смотрите вот этот вася на сене канал и этот как его слова пацана да там вот этих двоих которых я так все время смотрю они едут по этим деревням и еще какие люди там остались там стараются помочь и и смотрите сами значит слова пацана и и вася на сене да эти два канала смотрите кто не смотрит тебе все поймете ну что я хотел сказать да ну я скажу так в любой стране давайте так сделаем берем латвию так этот регион который ближе границей с россией там латгал и латгал и да или на русском это как латгалия на латгалия латгал и вот в том краю ребята и не только в том краю но в основном в том пустует поля хутора дома да потому что все развиваются вокруг больших городов вот в латвии сколько этих больших городов и все люди переехали большие города до купили эти свои человейники да в латвии они там пятиэтажные семиэтажные и девятиэтажные да там в россии сами можете смотреть там сколько этажей там не знаю москва сити и какие там еще сити и да есть блогеры которые прям таки говорят что это это человейники да то есть там уже все человеческое исчезло пропало и каждый сидит своей нарях как такой хамьяк вот и друг над другом на лестничной площадке там напротив туда-сюда слева справа то есть все люди сами добровольно зашли в клетки да пока только двери открыты да и сами видите что власти да и местные и мировые и разные стараются эти клетки потихоньку закрывать и закроют и библия про это говорит да и и мы видим вот и те люди которые на воле на свободе на хуторах пусть и там всякие смотрите эти всякие там не знаю годуновские бройлеры там и ну не неважно смотрите ребята я смотрю одни держат держат кроликов у них все получается одни держат эти перепелки там да кто-то держит курицы этот рожен ты вида тв рожен ты видов и из перми там или откуда парень смотрите держит любую скотину любую жирность эту у всех все есть у всех все получается городские выкупают их нею продукцию все сыты все одеты у всех есть свое но ребята знаете что конечно надо пахать посмотрите когда идет забой там 200 300 400 500 куриц посмотрите как они там и и тёща и тесть и жена и дети и сам весь в крови и и и забой идет и заворачивают и и морозилки и потом возят в москву ребята я все смотрю я все посмотрел эти заковы и время все блогеры и по деревням и и и все и там очень много же люди живут которые не блогеры дату я только смотрю блогеры но мне уже хватает да у них там у всех есть машина у всех есть хата у всех есть этот как его кушать у всех есть здание у всех есть все ну у кого свиньи как бизнес или что канал по моему называется там люди даже каком-то там поселке умудрились сделать бизнес в одно свиньях да там ой ребята что я буду говорить поэтому я вот сейчас так сижу да слышите вокруг тишина аж ветра нет у нас сегодня плюс 31 градус вот солнце потихоньку уходит да потихоньку уходит да тут все но днем было 31 градус и в риге и здесь где я ну вот так что ребята вот тишина вот хутор вот пожалуйста вот трава но пахать надо и главное что видите я сейчас скажу как это все это все из-за ну как сказать лень лень посмотрите в как как этих городах которые пришли до если люди все и пришли в города да то посмотрите там некоторые например сели на шею этих родителей то есть но посмотрите интернет youtube полный вокруг у вас тоже наверное и к и на кого я сейчас говорю вы что же эти люди да я же не говорю шанс на марсиан да вы что же люди которые вот сейчас слушает и смотрят да тоже люди и относитесь какой-то этой категории да что вы идете на дядю шаш сашу на дядю пашу на дядю там не знаю на какого да понимаете ну да это это ваш путь это вы выбрали это вы выбрали жить в человейнике это вы выбрали когда вот скажем там не знаю ну вот например вот 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 посмотрите готовы ли вы сейчас вот вот ехать взять заброшенную деревню первую там где вы живете не знаю не важно пермский край ярославльский там край как он там в россии любой город неважно любой вот поблизости есть деревня есть пустует здание пустует как я смотрю этот деревенский блокнот да там тоже псковской области да какое-то село озеро и вокруг разные брошенные там домики хутора и знать что в течение двух-трех лет потихоньку их выкупает один купил стал блогером второй купил стал блогером там третий купил да то есть ребята смотрите есть люди которые возвращаются на землю и у них потихонечку и такое здание и этой курятники гуси это еще и они кушают и они сыты и они и ну я не знаю на свежем воздухе они работают на себе они трудятся трудятся до трудятся да а в городе ты раб работник да а в селе ты труженик до села своего там хутора деревни хазенды вот так что ребята да и смотрите и чем дальше это всех пойдет мы же не дал мы же должны ну как это не должны забыть забывать что в мире сейчас все идет на то что убрать с оборота деньги что будет все только электронная если читаете библию то должны понять что будет человек антихрист будет вот это время время придет потихоньку бог все это уже пишет библии да и антихрист все сделает электронное рабство у нас не у вас не будет никто не все не это да и вам будет все на карточку и потом перекроет и закроет и ты не сможешь свое маша не купить а если ты захочешь он тебе скажет слушай ну прими-ка там вот мою там печать дать там лоб дай руку и у тебе все будет продолжаться и все нормально и все опять ты сможешь только давай ка там у тебя чип-чипик чипик под кожу загоним или печать такую или всякую и ты из-за этого никуда не денешься жжешь как это жрать хочешь семья есть все там плачут и ты пойдешь и возьмешь мой бог говорит что все после этого и прощения никакое не туда если ты антихристу продавшихся ну так грубо я говорю да вот поэтому ребята ну вообще если так взять все это глобальную вот эту то есть только один совет идите работаете и посмотрите да посмотрите да эти люди все которые ушли на землю да они работают они работают трудятся да они трудятся очень усердно много но на себе да они все делают на себе на свою семью и тогда совсем другая радость да вот когда у тебя есть свой сарайчик свой хлеб свой этот амбарчик свое вот этой твоя скотиной ты заколол и съел и отвез в город и продал молоко неважно творог сыр ребята посмотрите 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 есть еще люди есть еще люди которые и сыр варят в россии и это делает и это у стерлигов уже всегда когда ярмарки проходили посмотрите какие люди там что только не производили там йоды там то и все и хлеб пеклинувых ребята в общем не мне вас учить по мелочам но так по большому да вы сами выбрали жить в человейнике вам скоро скоро потихоньку вы уже видите что продукты там гемео пальмовое масло туда-сюда но это опять весь youtube про это полный на все блогеры все про это говорят люди но никто не слушается живет человейники жрет это гемео жрет полу пальмовое масло вместо того чтобы вот поехать и главное что если вот эти были все деревни заняты все было занято мест нету земля никто не дает но в общем все нету вариантов вот тогда вы можете пожаловаться и сказать все мы перепробовали короче только наверно в китае свободная земля в горах там гималаях да ребята россия заброшена заброшена за я не знаю с больших городов там проезжайте ну не знаю даже 100 километров от большого города и все пусто и есть старые дома которых можно приобрести купить подарить там сельсовет какой-то вообще вас там аренду на сто лет лишь бы там восстанавливали я думаю это люди будут одобрять которые там при власти да что деревни оживают ну короче смотрите вот это все в ютубе есть но ребята вот сегодня вот такое видео что вы сами сами себе загнали в человейники сами на дядю васю работаете потом умирайте там из этого гемео из этого у себе когда вы там до трудиться надо ребята вы сейчас скажите ну и принципе если так взять вы же тоже идете 8 часов в офисе должны быть там и до пяти до шести сидеть и исполнять свои там обязанности да но но как-то на того дядю да только не на себе и на на свою семью так что ну вот задумайтесь об этом об этом это немножко и и какой-то свободы дает потому что будет голод это все знают и бы были голода времена когда голод был и сейчас мире есть еще будет до мире будет много разных потрясений и когда ты на своем хуторе на своей земле и твоя еда и твои продукты да ну немножко все-таки легче это все пережить и и и и как-то ну не знаю вот городе там и атмосфера и грязь и дым и шум ну как-то так посмотрите в деревне как тишина все как красиво и как ты можешь строить для себя делать вот что хочешь и как хочешь